Чапа, судя по продуктам, которые сейчас находятся на столе, это что-то вегетарианообразное будет. Та нет. Сегодня мы будем путешествовать снова в Мексику. А где тогда мясо? Давай, выбирай. Там мясо. Где-то мясо. Где-то мясо, да-да-да. Здесь. На. На тебе осталось. Это то, что я думаю? Это то, что ты думаешь. Это мексиканский пелец. Халапеньо. Вообще, косенька у нас не идеальна под это все, яркая. Смотри, на рынке есть даже красного цвета у нас. Так что, вот, освободите фантазию. И это надо порезать? Ну, пока нет. Давай посмотрим, как я закупался, а потом будем резать. Оттянем смерть. Для нашей мексиканской тарелки выберем ингредиенты. Смотрите, возьмем обязательно авокадо, лайм и самый мексиканский-мексиканский перец. Халапеньо. Нам обязательно нужен чеснок. Оп. Два болгарских перца. Две желтые. И возьмем обязательно кензу. Наши родные украинские черепомидоры. Несколько обычных. На нашей мексиканском тарелке будет присутствовать сальса томатная. И для этого мы обязательно возьмем вот такой сладкий крымский лук. Для нашей мексиканской тарелки мы еще должны взять хорошую домашнюю сметану. Мне еще для этого блюда понадобится сыр чеддер. На нашей мексиканской тарелке будет присутствовать настоящая украинская курица. А если уже Мексика, тогда мы не обойдемся без красного фасоля. Для этого завтрака мы все купили. Идемте домой и будем собирать настоящую мексиканскую тарелочку. Мексиканская тарелка. Ингредиенты. Куриное бедро 2 штуки. Красный болгарский перец четверть. Желтый болгарский перец тоже четверть. Авокадо 1 штука. 1 лайм. Фасоль консервированная 50 грамм. Кукуруза консервированная также 50 грамм. Помидоры 2 штуки. Помидоры черри 2-3 штуки. 1 перец халапеньо. Сыр чеддер 50 грамм. Лаваш 1-2 штуки. Синий лук половина. Чеснок 1 зубчик. Кинза пару веточек. Кориандр, соль, черный перец, зира. Чао, ну это не ответ на мой вопрос. Ну мясо, вот смотри, я подготовил. Но я просто пока отставил. Давай сначала сделаем гвакамоли. А Настюша сделает сальсу. Томатную. Хорошо. Я просто режу кубиками помидоры. Кубиками режешь помидоры. Я специально тебе подготовил. Смотри, и желтый, потому что осень, и розовый. Потому что у гостей рубашка. Да. Что делать? Ты делаешь гвакамоли. Из авокадо. Не так достаем. Сюда? Сюда, да. О! Что же мне вечно лук достается-то? У меня стрелки. Стрелки? Они текут. Когда авокадо очищу, я тоже плачу. Тоже плачешь? Потому что не могу его съесть. Хорошо. Давайте. А я пока нарежу болгарский перец вот такими соломками. Тебе сюда надо... Где-то половинка лайма. Четверть синего лука. Давай. Немного чеснока. Обязательно. О, красота какая. Кориандр. То есть... Кинза. Кинза. Делает. Открынивает от работы. Ну, типа того, да. Он берет и делает вид, как будто он кайфует. Да, мистер-нос. Обязательно. Два чайника. Но немного. Сол. Сол. О, молодец. Ага. Настя, все-таки... Следит, следит. Все-таки следит. Какие-то пользы есть, я скажу. Да. Масла добавляем, нет? Мехай, чуть-чуть. Все, поехали. И вообще-то, как говорят мексиканцы, так нельзя делать. Но мы сейчас будем нарушать закон, потому что в блендере это гораздо удобнее делать куда-то. А как надо? Ну, вообще-то раздавливают вилкой, знаешь, вот это... Ну, мы можем обойтись с блендером, потому что 21 век, все-таки правильно. Конечно. Угу. Давай отсюда. Получилось. Идеально. Вообще, ничего не надо. Мясо. Ты же хотел мясо. Да. Нарезай мне, пожалуйста, полосками. Как на шурму. Ты не хочешь резать халапени, да? Не буду, не буду. Можно я сделаю? Остаться с глазами. Да. Я сделаю. Вау. Все. И мелко-мелко вот это тоже нарезаем. Закарпаки бывает такой острый перец. Знаешь, что один растет вот тут, на этом кусту. Вообще, типа, ну, не очень такой полуострый. А второй может там два метра расти, точно такой же. И будет такой острый, что мексиканцы могут нам позавидовать. Сюда добавим чуть-чуть халапеньо. Может, все? Не, не, хватит. Вот столько хватит. Немного подсолнечного масла. Вот столько хватит? Да. Да. Да? Да? Начнем тогда с этого. Синего губа. Немного припускаем лук и кидай все остальное уже туда. Угу. А давай. В смысле, с перцем? Да. Да, со всеми делами, да. Давай. Лопаточкой, понял? А давай мы нарежем кинзушку. Мелко-мелко нарежем. Обязательно лайм. Вот это значит, пресс? Да. Конечно. Пресс-лайма. Немного лифтового масла. Что, был перец? Перец сразу малышки дать, да. Солили? Нет, не солили. И немного посолим. Добавляем сюда кориандр молотый. Немного зиры. Это римский хмин. Черный перец. Ничего особенного. И поверьте, что это уже мексиканская штука. Поджариваем. В принципе, куриное бедро жарится очень быстро. Через 2 минуты будем кушать. Все. Посолишь? Самое время посолить. Давай. Посолим. Точно? Давайте сюда точно надо добавить лимонный вот здесь слаймовый слайд. Выключаем и просто оставляем его на сковороде. Как формируется мексиканская тарелочка. Бобы красные. То есть это ведь такой музыкальный завтрак, да? Ну, конечно. Ну, на 2 человека точно сделаем. Где там твой вакамоле? Ого, отдыхал. Отдыхал? На отдыхался? Настаивался. Да, да, да. Прямо его можно щедро навалить. Да. Потому что мы это любим. Мяска. Я, честно говоря, думал, что мы это все на лепешечку будем выкладывать. Вот. Как раз сегодня лепешечка будет... Ломаем. Ломаем стереотипы. Совершенно верно, Настюша. Спасибо тебе. Я не находил слова. Пожалуйста, обращайся. Да. Настюша, смотри. Вот чеддер. Так. Давай на мелкую терку вот сюда натрем. Угу. А ты уже кушаешь, да? Я пробую. Действительно есть нотки мексиканского. Все или еще? Я думаю, что достаточно. Вот эту штучку вот просто вот так по-грубому положим вот сюда. Лимончиков возьмем. Слушай, ну лайм класс. Да? Очень лайм дает. Очень лайм дает. Очень-очень. Ну давайте вот сюда. Вот такую штуку. Халапеньо. Вот сюда. Вот сюда. Ну небрежно. Вот сюда. Сюда вот так. Знаешь? Все. Смотрите. Вот наш мексиканский завтрак. У меня в руках. Костик. Я тебе уже не говорю, что можно пробовать. Тебе говорю, давай мы с тобой попробуем. Я так понимаю, это ты завтракаешь. Потом звонишь на работу и говоришь, что, видите, я уже не могу. Уже не могу. Ну давайте пробовать. Давайте. Поехали. Погнали. Да. А можно же что-то выбрать. Что-то? Ну смотри, вот он очень хорошо будет, если ты все по чуть-чуть возьмешь. Хорошо. Я хочу сальсу. А я хочу сначала гуакамоле. Мясо. Вот так. Пусть я мясо не хочу, но хочу гуакамоле. Можно так? Боже, какой кайф. Да. Хорошо. Всем приятного аппетита. Это очень вкусно. И хорошего. Рецепт мексиканской тарелки. Для гуакамоле загрузите в блендер авокадо, синий лук, лаймовый фреш, кинзу, соль, помидоры черри, чеснок и оливковое масло. Взбейте до кремового состояния. Для сальсы нарежьте кубиками помидоры и синий лук. Добавьте мелко нарезанную кинзу, перец, халапеньо, фреш из лайма и соль. Хорошо перемешайте. Нарежьте полосками курицу, перцы и лук. Обжарьте ингредиенты на сковороде на оливковом масле. Добавьте приправы и лаймовый фреш. Когда будет готово, положите на тарелку сальсу, кукурузу, фасоль, рагу из курицы, сверху натрите сыр. Украсьте листьями кинзы, долькой лимона и перцем халапеньо. Блюдо подавайте с лавашем.